Вот, братцы, пошел в настоящий привычный казахстанский пейзаж. У нас там справа сидит на постаминце. О, какой-то или что. Все, деревьев нет. Это деревья, это кусты. И то их мало. Степь, степь, степь. Справа, слева, прямо, сзади. Бескрайняя, бесконечная. Не сказал бы, что тут так много прям снега в степи. Немного. Не завалена она прям. Машинка прошла там, ну... Смотрю вот в сторону. Ну, сантиметров, ну, пять. И то, наверное, даже пяти не будет. Как бы, не сильно. Что у нас тут по километражам? Октябрьск. 430. Как так? А почему у меня 460 до... До Хромтау. Тут, наверное, на Актюбинск будет съезд отдельно. Я-то на Карбутак пойду. И потом точно, наверное, тут еще... Еще одна дорога есть, прямая, с Актюбинска. Наверное, как бы сейчас мы-то, получается, вот еще вдоль российской границы, наверное, вот идем. Потом вот Актюбинск пойдет, да, направо, тоже как бы вдоль границы, а я уже пойду более немножко вглубь Казахстана, на юг. Сейчас я куда иду? Я и сейчас иду на юг. В любом случае сейчас как бы вот... Получается вдоль границы все равно еще. Там вот, с правой стороны все равно там вот пустые виднеются, деревья. Вот там, далеке. То есть как бы вот Россия там. Ну вот, а едем до этой развязки, я правда не знаю, где она. Ну, увидим. Потому что, ну, не может быть. Если бы... Ну, тоже из Актюбинска прямая на Кустана и через Карапутак, это тоже ерунда. Значит, еще одна дорога есть прямая на Актюбинск. Вот. Ну, как сказал, 460 километров еще. Пока вот катимся, катимся. Вот я люблю тут ездить. Когда вот такая вот дорога, вот как на Шимкент идешь, на Алмату. Ровненько, чистенько. Поставил свои 75. И катись. Ноги на панель. Кино включил и ездил в балдей. Никто не мешает. Ну, только смотри, чтобы... Не выскочил на дорогу какой-нибудь конь или верблюд. Вот не так давно видел. Коня грузили. Вот сейчас вот ехал. Коня грузили. Не успел я камеру включить. Видно, сбил кто-то. И, скорее всего, сбили. Ну, в основном сбивают же ночью. Днем-то их видно. Что-нибудь. А ночью они выходят на асфальт. И не все их замечают. Вовремя. Что тут случилось? Кабину подняли пацаны вдвоем. Они там вдвоем. Интера, наверное, меняют. Машина работает, свет горит. Вдвоем справятся. Значит, я думаю, в крайнем случае, вот поселок какой-то впереди. Если бы что, махнули бы. В Казахстане в такую погоду хорошо едет. Если бы сейчас в Милобу, хоть уран, так тут укрыться нет и в степи. В Луне есть хорошо. Сейчас вот тут вообще песня просто. Песня, я не знаю. Еще потеплело. 16 градусов в Луне. Что за населенный пункт? Без ВТБ. Скидываем, а то эти жопы лица могут появиться в любой момент. Нету, нету. В этом раз, непонятно откуда, как черти из-то барьерки выскакивают. И когда этот радар-детектор стоял, никто-то с ума сходить начинает. Сейчас он у меня поломался, а новый я не покупал. Украина. Бежали в эту сторону. Не вижу в нем смысла. Хотя, наверное, скоро придется брать, если до 20 отменят. И плюс, что стенами стали в России бегать, то надо будет брать новенький. Все, вот так вот, да? С деревни выходим. И... Да, не только смотрим, как дорога. Все, и... Море. Бескрайнее море степное. Просто вот дорога убегает туда-вперед, и все, и больше ничего не дать. Что, друзья, мы до Актюбинской области дотянули, что ли? Что-то такое подозрение у меня. Да, 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 точно. Поздравляю вас. Мы заруливаем в Актюбе обласы. Обласы. Все верно. И сразу, видите, как дорожка меняется. Останайская была чистенькая, а здесь уже вот что-то у нас со снежком, прикатанным ледочком. Так, Алексей Николаевич, с круиза убираем. Поехали ножкой. Это не страшно, но главное, чтобы не сильно потрясли. Это как-то должно быть нормально все. Вот сразу. Там же что-то чистенький асфальт. Вот пересечение областей и все. Объясните, почему? Что, в Кустанайске чистили вовремя? Я сомневаюсь. Я знаю, что в Казахстане никто не чистит, когда снег идет. Снег прошел, потом почистили. Да и плюс тут того снега, я сомневаюсь, что здесь вообще кто-то чистил. Ну, потом вот обочину прошлись по обочине, а на дороге здесь никто ничего не чистил. Ну, вот обратили же внимание, да, вот чистый асфальт и потом раз, вот с прикатанным, потом интересно. Ну, ладно, бог с ним, это не страшно. Это чистый каток. Так, или тут прикатан. Что нам осталось ехать? 361 верста еще. Я еще пока не встречал прямого сворота на Актюбинск. Ну, вот так еще, наверное, рано, потому что вот совсем недавно ехал и прямо в Казахстане стоял пограничная зона. то есть мы практически к российской границе приблизились, вернее, она к нам. Я вот так взял еще, навигатор здесь полазил, посмотрел сюда. Да, всю дорогу вдоль границы. И вот только вот где-то вот сейчас мы начинаем потихоньку удаляться от нее. Ну, начнем. А так она вот у нас вправо, Оренбургская область, вдоль нее мы, можно сказать, текать. Там что-то добывают, наверное. А вон впереди типа карерчика небольшого, ну, за этими зданиями. Что-то, наверное, какое-то производство, добыча чего-то идет. Тоже так вот интересно, да? Кругом степь. Ничего вокруг. Ничего, кроме степи. Безжизненной. И вот раз, какое-то производство. Где-то что-то... Опа, геологи нарыли. В недрах. И давай. А тут в Казахстане вся таблица Менделеева зарыта. Тут этого добра всякого разного, какого хочешь. Уже вот километров сорок, наверное. Тут железки так вот едем по степи. Единственный ориентир это вот этого железки. Но там еще метрах в трехстах линии электропередачи. И вот первую железяку встретил. Тут навстречу рудим. Паровоз. Пусажирский причем. Видите, здесь не натянули. провода. А что куда повез, я не знаю, я не могу, но успеваю прочитать. И вот мы с железкой разъезжаемся. она почему-то пошла ревее. С левой стороны а мы ее рулим прямо все. Все ориентиры закончились. Старые столбы только валяются, и на торчат какие-то колышки. Все больше ничего. Никаких ориентиров. красота и только. Только Маша знает, что нам еще 270 километров осталось. По солнцу ориентируешься. Ага, идем на восток. Какой восток? Запад. Без точек. Солнце, что на западе садится. Точно запад идет. Вот. А вот высадите вот здесь, здесь. Дорогу убери. Высадите. И все, куда идти? Что делать? Как ориентироваться? Решите манхуалы там. Ну и вообще все. Местные текочевники решили. По звездам же как-то ориентировались. А если небо паспортное? Почему ориентироваться по ветру? Здесь тоже знают. Это когда какой ветер должен дуть. С какой порог года. Да. Как-то вот если там у нас там в европейской части, ну и вообще там здесь по оврагу можно какому-то сориентироваться. Ага, там с северной стороны там снега больше там. Ну что-нибудь в этом плане. А тут? Все везде одинаково. Куда идти, куда податься? Кого найти, кому отдаться? Что тут у нас? Вот Орск направо. 250 километров. Орск – это Россия. Вы поехали сюда, на Орск? Я бы не рискнул, если честно. Тут на Орске яйца 250 верст. Напрямую. Тут на УАЗике какого-нибудь, может и проедешь. А вон, видите, он оказывается железяк, а вон на перерез идет, а мы тут кругами ездим. Там даже вон переезд впереди у нас, что-то там, все, что-то по-моему, наверное. Ну, в смысле, он не в этом. Вот такая местность холмистая начинается. Холмистая, гористая, тихонечко. С вашего разрешения, можно я поум еще немножко? Вот этот вот участок дороги между Талдысараем и Карбутаком. Это, ну, как горы. Горами-то, наверное, особо не назовешь, но, в общем, горы Мугаджа. Горами-то, как горы, называется. А это, как бы, их восточные отроги. Сами горы. Тут сами горы. Участок вот от Карабутака до Бокицая. Короче, я поумещал немножко, если кому-то интересно. Ну, не то чтобы совсем уж я, но я озвучил просто. А он там у них, тут же одна полоска, этой железной дороги. А там он у них разъезд. Он, видите, тот, который сюда едет, стоит, ждет. Сейчас этот проедет, потом тот поедет. Там у них разъезд. А вот переезд у нас до сих пор закрыт. Красным горит. Я не знаю, вот коллега-то проехал. Ну, если этот выйдет, махнет, чтобы ехать, что-то, да, может быть. А так? Ну, вот они там вот разъезжаются. Но он как раз-таки вот туда поехал. Сейчас, может, чуть дальше отъедет, перестанет оно гореть. Но вот, видите, горит красным, переезд закрыт. Короче, этот начальник этой вот будки махнул мне ездить. Ну, правильно, скорее всего, тот вот поезд, что там стоит. Уже система реагирует, что он там находится. И она будет здесь красным моргать, пока он не уедет. Ну, он махнул, я поехал. А так как бы, ну, не знаю, на красно-светном переезде ехать. Хотя, в принципе, все понятно. Однополосное движение, одна полоса, поезд ушел, сейчас никого нет. Но сам факт, что ты едешь на красный свет на переезде. На маленькое вот кто-то подъехал, а я тут в окошке махнул, говорит, езжай давай. Ну, если что, у нас все зафиксировано. Вся тут. Кого нет? Вся нет, тут сзади еще какая-то легковая едет. Так что, короче, имеется в виду, кому интересно, вот как это, горы или Нагорье, называется. А вот мы и эту линию электропередач пересекаем. Тоже все подоль нее ехали, 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 ехали. Теперь она вместе с железкой пошла правее, а мы уходим левее. Но все равно они все вместе движутся. Тоже карьер какой-то походу. Ну, вроде бы он уже, наверное, не действующий. А может и действующий. Что-то там не видно никакого движения. Хотя какие-то бочонки вон стоят, там что-то. Что тут, как дорога к нему, подъезд сейчас посмотрим. А, нет тут уже. Если на легковой кто-то ездит, и то хорошо. Т.К. Иргиз. Это она туда, если как идти потом, на юг. Там же тоже в одноименный поселок Иргиз проезжаешь. Ну, возле него. Вот так вот, какой-то вот деревня какая-то. Маул. Три дома. Нет, с десяток, наверное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Домов с восемь, наверное. Куда-то ферма вон там была, вдалеке. А это что, газовая заправка? Обалдеть, точно. Нифига себе. Да. Вот, сейчас опять будем эти провода переезжать. Туда-сюда, под провода въездим. И потом они, видите, пошли в ту сторону. И мы ее рядышком. А железка тут где-то, наверное, справа тянется. Сто процентов. Зарулили мы в поселок городского типа, наверное, или не городского, комсомол называется. Вот, после той кафешки, где вот я обедал, вот здесь первое место, где вот такая площадка, возле кафе для отдыха. Ну, как бы переночевать, если что можно. Ну, сколько это по километражу? Мне осталось 216. А там было... Ну, я так чуть не сориентируюсь. Ну, наверное, километров с 200 так точно вообще. Вот просто, ну, такие лесные. Ну, как тут лесные? Степные. Есть стояночки в степи? Ой, спасибо, будь здоров, Алексей Николаевич. Вот. В степи есть стояночки, а вот чисто такого, что тут с кафе, там, с более-менее большой парковкой, но ничего нет такого. Вот. Поэтому... Ну, да, наверное, километров... Не, наверное, даже не с 200. Если мне 200 осталось, я выезжал, было 700. Где-то я проехал сотку 600, 200. Наверное, даже километров с 350. Под 400. Ну, 400 нет, но километров с 350 точно, вот, вообще ничего нет. Тут степь, 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 степь. Да, будет, товарищи. Она за тобой идет, имею в виду. На сороковничек они здесь ловят. На сороковничек. И знак 40 весел, вот, до этого перекрестка. А, большой. Ух, смотрите, какая мечта. Этой машинкой я чуть не проспал. Там вокзал он такой, довольно-таки большой. Мне, приличный такой поселок городского типа. Ну, дома все вот такие. Нормально для степной местности. В самый раз. Огонь. Все из блоков. Ничего деревянного. Дерево здесь. С деревом здесь напряженка. Наверное, это последний. До Карабутака так примерно, значит, осталось. Километров, может, 60-70. И выйдем. Выйдем на трассу. Налево, налево на Алмата, направо на Уральск, на КТБ. А ту дорогу, где ездили. Да, тут разъезд большой, смотрю, паровозы стоят, вагоны. Ну, правильно, потом одна полоска идет. Тут все пережидают. Когда отмашку дадут. Все, поехали. Понеслись. О, их все навозят. Так это вообще, я не знаю, я балдею просто. Тут еще нормальный. Еще не широкий поехал. Нагрузит. Едет метров пять шириной по дороге. И сам ничего не видит. За ним ничего не видно. Это у нас-то что? Турки Шейр Лайнс. А я... Турки на заправку зарулили. Все сезонное топливо заливают в Казахстане. Сегодня там. В Кустанае через машинку возле меня коллега с паяльной лампой стоял. Все сезонное топливо отогревал. Мороз был 21. Ну, там был 21. Потом нам выехал 24. Ну, вот на стоянке у меня компьютер показал 21 градус. Все сезонное топливо. Намучились тоже в свое время. Мы с этим топливом. Я, вернее, кое-где. Все, Капсомол закончился. Следующий поселок Пролетарий. На закате дня подкатываем мы к Карабутаку. Что у нас тут? Скоростные ограничения какие-то? А-а-а! Знак 60. Лица и работают. Лица и работают. Очередную жертву обеличивают. Ну, да, вот потихоньку и к Карабутак. Кажется, вот он, поселок здесь. Сейчас мы тут его объедем и выйдем на перекресток, соединяющий нас, который нас соединит с дорогой с юга на север. По восточной части Казахстана. Ну, вон, виднеется уже трасса. А на движуха пошустрее, чем здесь. По той дороге машин больше ходят, конечно, соответственно. на движуху. Казахстан. Казахстан. Ну, все, считай, весь Юг, Узбекистан. Ташкент, Талмата, кому надо здесь попасть на западную часть РФ, все идут этой дорогой. Заправки, кафешки, Килиус, не буду заезжать, кушать что-то пока не очень хочется, если честно. Не осталось 130 километров, уже доедем до Карабутака, поставим машину на стоянку. К заводу не поедем, зачем там? Куда Карабутака? До Храмтау. Перед Храмтау с левой стороны заедем нормально, это паркинг. Сходим там покушаем, поужинаем, и все. А завтра утром поедем на выгрузку. Нам там от паркинга до выгрузки где-то километров, по-моему, с 12 остается. О, какой серьезный тяжкий сидит. Спиной, правда. Памятник. Серьезный такой. Так, уступить дорогу, да? Кого нету. Килиусы когда-то заливались на нем. Да, вон и бывшие коллеги стоят. Народ на заправку коллеги. В общем, едем до Храмтау. Пару часов и мы будем там меньше даже. Нормально. Сейчас время 7. Пока приедем в группу 9. Нормально поужинать там. Куда-сюда. И можно отдыхать на утречку. И ехать на выгрузку. Смотрите, какой классный закат в Казахстане. Только спрятало солнышко. На фоне деревушки местной. Красиво все это дело смотрится. Печки дымятся. Народ греется. Уже 18. А нас 94 километра до Храмтау. Часика полтора. И будем мы на месте. Вышка какая-то. Интересно. Полюбуемся закатом. Завтра будем любоваться рассветом. Друзья, мы практически уцелим. Смотрите, как тут красиво. Такого не было раньше. Это что-то так все поразукрашивали. Я такой красоты не припомню. Заправку так разукрасили. Нифига себе. А, ну здесь тоже парковка. Ну, это вот стояночный комплекс. Перед Храмтау. Вот с левой стороны. Ну да, тут заправка, стоянка. Кафе. Это же, наверное, мы вот так вот и заедем. Еще мы поедем вокруг. Душ. Тут шиномонтаж. Теплые боксы. Короче, тут все есть. Хороший таки паркинг. Я, в принципе, до него вот и собирался ехать. Заправка, наверное. Ну, тут какая-то там своя. Столовая. Все-все-все-все. Как бы я вот сюда и собирался. Но вот этих вот таких вот столбиков симпатичных не было. Но, видно, машины едут, люди расширяются. Поэтому, они тут так и разукрасились. Машину поставим. Здесь переночуем. А утром поедем на на разгрузку. Вот здесь вот, наверное, так вот встанем, что утречком по прямой можно было и поехать. Ну, да, молодцы. Красиво сделали. Кафе тут тоже хорошее. Вот там водички можно набрать в тех боксах. Надо сходить мне немножко запасы своей поправить. Так, в принципе, видите, как тут культурненько, аккуратненько. Здесь всегда машин много. Но еще время только без 20 дней.